Прилансер Да Что там лечится У меня все хорошо Собственно расскажу Может быть Свою историю И то, как я живу Последние лет Наверно пять, может четыре Занимаюсь Я Дизайном Если можно так назвать Уже лет одиннадцать Из них, наверное, лет шесть Ну, более-менее профессионально Последние три года вообще активно Все прет И, в общем-то, работать интересно Но, какая особенность Я фрилансер Я работаю на дому Собственный график Собственное все Твоя машина Вот Вот, в общем-то, об этом и расскажу Это небольшой план моего рассказа В общем-то, мы будем двигаться по нему сверху вниз И Не бойтесь задавать вопросы Кстати говоря, то, о чем я буду говорить Оно, в частности, может Спокойно касаться И не только дизайнеров А фрилансеров, программистов Которые работают на дому Точно так же на таких же условиях Ну, могут жить Как и я Без проблем Как начать В общем-то Как вообще стать Фрилансером, который Начнут обращаться люди Которые поверят в вас Подумают, что, о да Это тот человек, который Может все-то мне сделать Может быть даже подешенкой Да Вот И В общем-то Поверят в вас И Будут к вам обращаться За работой То есть Нужно делать что-то свое То есть Первоначально Никто вам просто ничего не даст Делать Столько Если друг Там Друга какого-нибудь скажет Давай-ка мне запилить Ничего-нибудь Ну и в результате Такие работы Никуда не приходят Вот Нужно для начала Что-то делать Самостоятельно То есть Быть расположенным В этой работе Делать Что-то свое То есть Я начинал В общем-то Когда это было Не могу сейчас сказать Я в 6 утра Сидел Вылез С компьютерной игры И подумал Ну вот Я вот сижу Тут убиваю время Дай-ка я баннер сделаю Для одного сервиса И сделал В результате Попал в команду Он был Зеленый Юный И в общем-то Там я Каким-то азам научился То есть Ну это собственно Инициатива Будет сделать Будет результат Не будет Ничего не будет Постоянно Ну тоже Будет в тренде Что я не говорил Что я не говорил То есть Ежедневно Сканировать Веб На тему Того Чего есть Новенькое Чего можно найти Что можно использовать А что может быть Хорошо забытое старое Что можно использовать То есть Ну всегда быть Совершенствовать Изучать материалы Ну тут все просто Понятно Как в деле И в общем-то То К чему должно Все прийти Даже на первой стадии Становление Фрилансера У вас должно быть Какой-то Объем Ваших работ Пускай это будут Фейки Зачастую это фейки 99% Вот Но это Покажет Ваш уровень Работы И это Поможет Кому-то Сделать выбор В вашу сторону В общем-то Это тоже Еще Насчет Человеков Дворотки часто Спрашивают Как начать Делать дизайн И Как найти первых клиентов Когда нет работы И все почему-то Как-то так Не догадываются То говорят, что Естественно можно Сделать Работы Для Вымышленных Клиентов Известна Популярная История Картимия Ребедева Который Делал Свои самые первые работы Для абсолютно Вымышленных Клиентов Работы Выглядели хорошо И то было достаточно Для того чтобы Мы стали заказывать Его Дизайн Насчет Каких работ Тот же Дрибл Сообщества Трита Для дизайнеров В общем-то За одну картинку 400 на 300 Можно заработать Себе 5 заказов Ну Были Был такой опыт То есть Сразу 5 человек Написали И в общем-то Можно было сидеть Выправить С кем поработать Или там всем Отказать Кстати Хороший плюс Фрилансера Можно отказать Да 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 Ну и вот В общем-то Что Заказчик есть Надо где-то Работать В общем-то Какие из этого Плюсы Из той Работы Дизайнера Я так Для себя Выделил Вот И В общем-то Это Свободный график И куча времени На самом деле Это все взяло В кавычках Должно было быть Меня убрало По стилистическим причинам Вот На самом деле Это Вороньё Вот Свободный график Он Ограничивается тем Что вы можете Допустим Устроить Выходной И автопник А не Поработать В субботу Можете там Три дня Не работать Но на следующей неделе Ну то есть Либо Сделаете сразу Больший объём И потом Неделю Можете Делать Если вы что-то работаете На самом деле Со спокойной Душой Где-нибудь Интернать Играть В лоб Или В ледерс Вот Свободный График Он Относительный Он просто Плавающий Но Ничего Не мешает В первой половине дня Допустим Куда-то съездить Никто не будет Капать на ноги Вот И во второй половине дня Доработать Куча времени Ну вот Она куча Я вам не Сказал Вот Сам себе Арт-директор Тоже самое Да Я Как человек Прилансер Сам себе Устанавливаю Рамки Да Вот Сам себе Качество То есть Хороший человек Который Сейчас совершают Постоянно Пределов Конечно Никаких нету Много чего Неизвестно Да И Но С другой стороны Да Очень хорошо Очень хорошо Что Ну Как это сказать Успокаивает нервы Не коробит их То что на душу Не стоит Какой-нибудь Сим-близер Который Может быть в этом Даже не шарик Вот Ну В лучшем случае Арт-директор Так То есть Как я придумал Так и решил Согласовал с заказчиком Всем нравится Поехали дальше Комфортный мобильный дом офис В общем-то Ну Ничего не мешает Комфортно Устроить себе Рабочее место Дома Где-то Кому-то нравится На кухне Кому-то нравится Кто-то вообще Отделяет себе Отельную комнату Вот И мобильный дом офис Это Тоже интересно Потому что В общем-то Все Что мне нужно Для моей работы Текущей Это Мой ноутбук То есть Когда я дома Я могу общаться Выработать Ноутбук Подключить к нему Монитор Сидеть Как Нормальный человек За большим компьютером Вот А Если я куда-то уезжаю Я беру свой ноутбук И в общем-то Могу работать Хоть в лесу Кормить Коварок Хоть На пляжу Хоть Где угодно В общем-то Никто меня не ограничивает Если я на связи Постоянно По заказчикам Никто не волнуется По поводу Куда она пропала То же самое Чувствую себя спокойно И комфортно И В общем-то На этом Что за работа То твое Короче говоря Нет вот этого Распила То есть Все прекрасно знают Что Работая в организации Ты кормишь И офис Ну то есть Ты сделал работу Соответственно Ушел процент На погашение Аренды Ушел По директору Бухгалтеру Кому-то еще Вот Соответственно В этой ситуации Ты можешь объективно Узнать Сколько денег Наработаешь И это дело Регулировать В то же время Должен быть И директором И искать Клиентов Бухгалтером Ну В бухгалтерии Я чуть попозже К этому приду В бухгалтерии Немного К ним нужно Обращаться Четыре раза в год Директорство Ну Там все Директор Это Ну В общем-то Не роляет Никак И Насчет Поиска заказов Если У тебя Портфорио Хорошее У тебя заказов Сколько Что ты не можешь сделать То есть Не нужно Ничего искать Не столько Поиск Сколько Общение С этими Ребятами Общение Ну что Общение Тоже самая работа У тебя есть Рейд В час Давайте часок Пообщаемся Ну У меня так Допустим Можно В кафешке Посидеть Пообщаться Ну Неважно Где Как Есть рабочий час Вы занимаетесь Мое время Я занимаюсь Вашими Минусами Минусы 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 Это Большая борода Запах Запах В общем На самом На самом На самом деле Работая Дома Какое-то Время Ну Очень хорошо Нормально Никто Не отвлекает Вот Но Через какое-то время Есть такое ощущение Что Ты сидишь И весь мир движется А ты сидишь И тут что-то Карпич Да То есть 24 часа вступ Вот Ну В общем-то Надо эту проблему понимать И Ну Как мы сейчас Выходить куда-то В мир Пообщаться с народом Есть Чатики Как минимум Да Какие-то Есть у нас Дрипл чатик Если кто-то Есть с аккаунтом Дрипл Можете Обращаться Кому Да Мы вас добавим То есть Там В общем Посидит Народ Который Да С таким же Другом Да Социальные Типы Самостоятельное Обучение Развития То есть Я уже Застрагивал В самом начале Чтобы быть Каждый день Смотреть Есть Ее Подписано 200 Различных Сайтов И Первые Дачи Самые Рабочие Ведни Ну Посмотреть Быстренько Пробежаться Вообще По По Всяким Вещам Куда Куда Движется Мир Это важно Потому что Если вы будете Интересовать Как Мы сегодня затрагивали Логотип Зубра Клепартовского На хоккей На чемпанат Это уже Уникаль Вы Остаетесь В 1998 году И В общем-то Может быть К вам Дедок Обратится Но Что-то интересного у вас не получится Тайм-менеджмент Тайм-менеджмент Это большая проблема Дизайнеров Фрилансеров Особенно Вот Потому что Отвлекающих Моментов Огромное количество То есть Начиная От Техних Кстати Листаний Трендов Да То Там Какой-нибудь Вот у меня собака Допустим Она меня отвлекает Иллигисты Потом Кто-то позвонит То есть Чувствуешь себя дома Как дома И поэтому Уделяешь на Вот эти все вещи Но только Больше времени Чем Если бы ты был в офисе Там что Как обычно Вы пришли Поговорили Покурили На кухню сходили Кофе попили Ну вы вроде час работаете Вот А тут Это все дело Может То есть Нужно за этим следить Держать себя в руках У меня не сильно Это получается Ну кое-как Получается Я вообще по Нью-Йорк Своему графику Живу Стою 12 на 64 утра Вот Ну Как получать Так получается В общем-то Меня никто не ограничивает Потому что я фрилансер Вот 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 Но за этим Нужно следить То есть Голубая мечта А Нью-Йоркский график Из-за того, что заказчики В Нью-Йорке Или так Ну и то и то В общем-то были И заказчики Американские Ну в общем Я сова То есть Скажем так То, что я с ними работал Было мне только Более приятно Потому что Я сам ложился Спать в воздух Ставал Тоже в воздух Ок Вот Ну да Был промежуток Времени Когда я работал С Нью-Йоркскими заказчиками То есть Я работал Скажем так С 4 до 10-11 И я обязан Быть Ну онлайн Для того, чтобы Коммуникацию Увести Вот Ну языковые барьеры В общем-то Понятно, что У нас В Беларуси Небольшой процент Тех ребят Которые Могли бы Удовлетворить Амбиции Да В оплатах И В адекватной Работе То есть Ну как Как фрилансер Я говорил Могу выбирать Такайщиков И поэтому Предпочитаю Работать с такими людьми Вот И В общем-то Если Таких людей В Беларуси В России Тем более Не так много И Основные Такие люди Которые Понимают Вообще Процесс Понимают О том Что делается Как делается Они В Европу И там И за Блудром дальше Вот И для того, чтобы с ними Хоть как-то Общаться Нужно знать Язык Вот И Есть У меня Живые Примеры Которые Упираются В этот Барьер И Ну не могут Работать С ними Ну Учить Семь Учить Семь Ну Учить Что касается Как раз Семь Бухгалтер И Кое-какие Моменты Это Также Касается И Программистов Для Старщиков Те Кто Легально Работают Кстати говоря О работе Фрилансера Стараюсь Очень Стараюсь Работать Легально Сейчас Расскажу Почему Вот Потому Что Раз А Ну Потому Что В нашей стране Да В общем-то Достаточно Благоприятные условия Для работы Фрилансера ИПА Ну то есть Берем ИПА Да И Который Работает На зарубеж Вот Моя работа Она Работа На зарубеж И ИПА Мне платят Деньги Не в белорусской валюте Поэтому У нас есть кое-какие Послабления В нашем Реконодательстве Относительно Чуть Похоже Расскажу Еще Подводникам Договор Да Договор Он Обязательно Должен быть Если Официально И Он должен быть Международным Ну скажем так На нескольких языках Учается на русском И английском Где прописаны Всякие Положения Там И Этот договор Скажу честно Большей части Никто 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 не читает Вот И поэтому В общем то Вы можете прописать туда Всякие там штуки Которые Вас обезопасят Ну Вашей работе Например У меня прописан тот пункт Что Интеллектуальная собственность К примеру Которые Я Надумал себе Дома Не Переходит К заказчику До того момента Пока он полностью Не погасит Оплату Вот Эта штука Такая Действенная И Были президенты Просто Когда Сделана там Работа Там Please please Пришли мне PSD файл И На этом Половина суммы Оплачена И все И до свидания Этого Человека Посадили Ну Не по Моей вине Да Но В общем то Да Такие вот дела Конечно А Размучалось что Половина пришла Это с предоплаты Как правило Нет Мы просто работали В течении Четырех Месяцев И пришла За Два месяца Ну Каждый месяц Он должен был высовать Какую-то сумму Вот И В общем то Он выслал там Молился Городился На самом деле Таких людей Конкретно Если брать Этот случай То Это Единственный Случай У него по ходу У парня была такая Бизнес-модель Как этот путь Помог Ну никак Но пойду за после этого Это была наука Авторское право Вообще не отчуждать Ты как бы Передаешь Право на использование В коммерческих целях своего продукта Мышечное право Авторское право Его нельзя Даже вот Неотчуждаемое в принципе Налоговая инспекция В общем то Как я говорил Сам себя бухгалтеру Нужен только Четыре раза в год Куда нужно Платить налоги Налоги Вполне лояльные То есть Заработанные суммы Если Работать По обращенной Налоговой Системе Обложения То Пять процентов Налоги То есть Пять процентов Заплатил Исправим Это немного Уже пять С первого числа Этого года Пять Вот Было Два Три Выбор Два Ну Я думаю Что от вида деятельности Зависит Вот Да Это Если Поступают Деньги Из-за рубежа Ну В этом случае Если Работаю С интерьей страны Я даже Не знаю Ни разу Не пробовал С России До рубежа Сколько я знаю Попрощенных Всегда пять И Два процента Было Раньше Если Приходит Варюта Сейчас Убрали Еще реклама Ассистент Бай Мы пользуемся Нашей компанией Ассистент Бай У нас тоже Все ИП Все Большое Системы благообложения Это реально крутое решение Которое научить себя упрощать Подпишу Подойти Подсказываю Суд страху не платите Вы не верите Сейчас надо Сейчас Да Вот Вот Кстати Мне познакомиться В этом году Да Раньше Это Было Необязательно Сейчас Ежемесячно Ну вообще Можно платить 21 раз в год Когда наберут Хорошая сумма Но на самом деле Сейчас около 600 тысяч Месяц Даже Если у тебя Нулевой Доход Сейчас Вроде бы Всем Обязательно Да Так что Что имеете ввиду В конце этого года Я уже много Или Новый год До апреля Второго апреля Ежемесятого Если вы не заплатите А заблокируют То есть Да Поэтому Имеете ввиду Да По состоянию сейчас Очень круп Поэтому Имеете ввиду Обслуживание В банках Когда Вы заключаете Договор ОРП Обязательно Ну Как и в лицо Вы должны Создать Аккаунт банки И в общем-то Работать через банк Тот момент Которым Я сейчас расскажу Ну для меня Был сюрпризом Может быть это конечно Порядка вещей То есть Тот момент Когда я начал снимать Оттуда деньги Для меня был Большой сюрприз Что они берут От Полтора До трех процентов От суммы Снятой То есть В зависимости Величины Суммы Вот Имеете ввиду Что когда вы Вот На том пункте Что заработал Тот Вайор То вы заплатите Малоговую За ФСЗМ И банку В районе трех процентов От вашей суммы Ты говоришь про кэш Или когда На карточку Когда они Переезжают К тебе На счет карточки Тогда Не снимают Просто Со счета IP Можно платить Только На Ножды Как бы Компании Компании Чтобы тебе Фактически Зарплату заплатить Надо перевести И Эта транзакция Стоит 2 Да Ну Смотря какой банк Смотря какой банк Допустим Я обслуживаю Белсейсбанки Там Везет Полтора процента До пяти миллионов Там Десять миллионов Два процента И больше Десять миллионов Десять миллионов Десять миллионов Там Закрыл Свою IP Просто Не Ну Спасибо Спасибо Ну Не то что меня там Это сильно Бабит Да То есть Просто Хотел купить машину Надо поработать еще Вот Ну Просто Был такой Небольшой Культурный шок Что Я это узнал То есть Я думал Что я там Забираться Если я себе хочу Они там Вот Так что Имейте ввиду Такой Такой Какой-нибудь тип есть Ну И что сделать дальше В общем-то Да Если вы выросли Фрилансера Хорошего Матерого Неважно Дизайнера Или Кого-то еще Другого Солиста В общем-то Вы можете Ну Тут Дизайнерская Что-то Думать о чем О том Чтобы Либо Идти на какой-то По Старт-директора Ну потому что В общем-то Если у вас все Получается Все хорошо Ну Все довольны Вашим качеством Работы В общем-то Я думаю Что Это значит Голова То есть Можете попробовать Работать Либо Делать свой бизнес Обычно Скажу Такой факт Что После Фриланса Да То есть Если вот так вот Струю это попал Благоприятно То Были Неоднократно Приглашали Ну Приглашали В какие-то студии Работать Не хочется вообще То есть Как вариант Вижу только Открыться собственным Ну Если так Ну Либо Работать Как фрилансер В офисе Там Чтобы Но Работать На кого-то Желания Абсолютно Никакого нету Потому что Есть ощущение Что Дома теплее Да Вы лучше И По деньгам Я уверен Если Все получается То выходит В разы больше Чем Если вы Добудете Работать В какой-нибудь Под студии Ну Вот Опять же Да Труды И сто раз Вы по заслугам То есть Вы знаете Примерно Свой уровень На что Вы претендуете Вы В общем-то Самостоятельная Единица Которая Добилась Своим трудом Чего-то Своей клиентской базы И В общем-то Вы знаете Себе цену И Не пойдете Скорее всего Как это отработать Вот Либо Уходит Разработка Своих проектов Но опять же Это своя компания Это не студия Но вот Свой проект Фриланс Стартап И Ну в общем-то Там уже Своя кашля Ну в общем-то И все Я на подождение Включаю Могу Кому интересно Показать эту атрибуту Которая Рисует Герста Одновременно Если интересно Показываем Да Или чуть попозже То есть Вы можете Сдавать вопросы Сейчас От выполненных работ Нужен По Ну По полученному Деньгам То есть Никогда не сталкивались Потому что Вы говорите Что Как всякое Законодательство Оно сделано так Чтобы В нужный момент Вас прищучить То есть Вы живите Но если надо Вы всегда можете Быть прищучим Не Ну понятно Что это А задача Ну Я вообще Присылаю Такой Документ Там Инвойс С актом Выполненных работ Где Необходимо поставить Подпись Что он согласен Со всем Что это все Выполнено хорошо Вот Но я не всегда Понимаю Что надо разбить Они Они видят Суму Переслали И Ну Как-то там Достучаться Я вообще Готов Страх Потому что Я какое-то время Работал В общем-то Я не знаю До сих пор Электронная Подпись Она как-то Валидная или нет Ну Ну Значит Ну Не спеши покупать машину Да В Беларуси Интернет Выпуск Не болит Ну То есть Ну Ну Тоже кстати Фантазисию Не болит А я А если Вы работаете Западными клиентами То Панда Документ Спасибо за внимание Спасибо за внимание Спасибо за внимание Спасибо за внимание Игорь Ты фрилансер Да То есть Ты отдаешь Результат своего куда Те не паришь Что потом с ним происходит Ты нарисовал супермакет Отдаловы Расверстали задницей Программировали еще хуже А в продакшн вообще не пошел Как ты думаешь Очень грустно На самом деле Реальная ситуация Вообще Наверное Большая часть Таких работ Получается Я своеобразно снялся Я Я болел Плакал На самом деле Сейчас Никто не мешает Пофигу Да Потому что у меня есть результат Моей работы Даже Даже вот Предпоследний Мой заказ Скажем так Он был Ну Ну Ничего Такого Вот Я делал проект Для буржуев И Связанный Там С самолетами Покупка билетов На халяву И так далее Вот И Они Где-то на последней стадии Нашли украинскую супердизайнершу И она там Тахерачила такую штуку Вот И им нравится В общем-то А я Только грущу И делаю свое То есть я сказал Что я доделаю свою линию Ну то есть Вот как я обещал Я сделаю Вы там еще хотите То переделываться В общем на этом мы порешили Вот Такие вещи Очень много проектов Которые я делал Они просто не запустились Да то есть Ну Что в голове Главного дядьки Кто не знает Что ему там нравится Поэтому Я сейчас смирился То есть Я сделал свою часть работы И Сохранил Портфолио И все И показывал именно эту часть Потому что Больше мне Ничего не нужно Зарплату 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 я получил пока я делал Зарплату Зарплату Ну а если бы тебя позвали В стартап С офисом И так далее Ты бы сейчас подумал Или видеть себя Зарплату 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 И да И нет Ну то есть Одновременно То есть все зависит вообще от коллектива На самом деле Потому что Если люди Не очень Да то есть Нафиг мне это нужно Но я сейчас Ну могу убирать Да Вот Если 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 просто У меня вот сейчас Сформировалась Такая база заказчиков А есть Два человека Которые По счастливой случайности Живут в Минске Да Вот Ян кстати Тоже Будет рассказывать Одном из проектов Ну Одного заказчика Вот Ребята Очень Адекватные Молодые Продвинутые Да то есть И В офисе В общем то То есть Ничего мне не мешает Поехать туда В офис работать Ну ничего Ни в один Ни в другой То есть пожалуйста Иди садись В примерном Цессе Как было И в Computable Да то есть Я тоже работал Я не работал В статье Работал Нам была группа человек Мы работали В офисе С людьми Вели коммуникации Активные Позитивные Вот Но мы работали Как фрилансеры Мы могли сказать Мы ребята Не придем Завтра И сидеть дома Работать Вот Ты правда имеешь А кто вообще Занимается фрилансами Те кто есть Здесь А это Как-то много А это только фрилансы Или это еще совмещение с работой в офисе Кто совмещает Кто совмещает Кто совмещает Фрилансы Или Кто совмещает Те кто совмещает Работу в офисе И фрилансы Те кто совмещает 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 Вопрос был последний, я надеюсь. Через какие ресурсы больше всего клиентов приходят? И что, например, лично у тебя в портфеле на Grimler? В смысле, что у меня? Ну интерфейсы, не знаю, какие-то... Тут уже нужно смотреть, что людям нравится. Вообще, у меня элементы интерфейсов. Вот, чего я когда-то делал. Вот это всё у меня есть. Так, тут у меня интернета нет, ребят. Нет, нет. Красиво. Можно пока щупить вопросы? Есть? А, а вторая часть какая была? Откуда? Вторая часть, а кто-то больше нет. Вообще, как-то так получилось, что подседина переигрывает, и оттуда и переходит. То есть запостил там работку какую-то. Ну, наверное, сейчас настройки на какие-то сети. Как-то там, глядь, на самом деле. Загрузится? Шкобова? Я думаю, ты можешь просто сказать, и я всегда посмотрю эти строчки. Стоп, стоп, стоп. Да-да-да, открой, пожалуйста. Вот. Самая последняя страница. А, сейчас только есть. Вот. Ну, в общем-то, вот контакт что-то, да. То есть, кто хочет, может смотреть, писать. Тут мало чего нет, там еще чего нет. Вот, ну, пожалуйста. Вот, оттуда больше всего, ну и, наверное, я не развивал другие какие-то социальные направления. Там еще есть. Сейчас серьезно набирают обороты. Но там более серьезная работа. И, чтобы оформить презентацию, там, нужно пить время. Как обычно, на этот рынок не доходит. Вот такие дела. Спасибо. Как часто возникали ситуации, когда необходимо было обратиться к договору? Из-за каких-то проблем с заказчиком? Он про одну ситуацию рассказал уже, а еще что-нибудь похожее было? Ни разу вообще. Ну, я не знаю, может, мне было безвло, что ли там. Ну, вообще, как-то так договаривались. Бывало такое, что срок договора заканчивался, ну, в общем-то, да, а я, собственно, как эктруист, да, допустим, еще месяц обещал и сделал, да, такое было. Бывало такое, что раньше заказчиков. Ну, то есть, в общем-то, всегда договаривались. Адекватные люди, в общем-то, всегда можно договорить. Неадекватные обычно подсеивались с самого начала. Да еще обручки нет, нет?